Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с вами поиграем в ранч симулятор, собственно говоря, продолжим его. Написали, мол, что сделай-ка пару серий хотя бы, я думаю, что мы поиграем в него немножечко, а трейдер лайф симулятор как бы немножечко задерживается и будет, не знаю, либо завтра, либо сегодня, пока еще не могу ничего сказать, но если будет сегодня, то только вечером и как бы вот так вот. Потому что времени у меня пока нет столько на него, то есть там нужно же поиграть немножечко, я решил, что нужно поиграть без записи, хотя бы хоть чуть-чуть, ну или же будет вечером завтра, точнее не завтра, а сегодня вечером будет стрим, часов 8 где-то примерно. Вот если будет, значит смотри, если не будет, значит не будет. Итак, дом не подлежит ремонту, давайте снесем его, начнем заново. Давай заново начнем. Взаимодействие разрушения. Разрушать будем мы дом. Снесен, не снесен. А, что это? Как его нужно сносить? Я просто как бы не это самое, не особо... Ой, ничего себе. Вот это ты молодец, конечно. И как? То есть двери он вот так сносит, да, а все остальное как бы как хочешь, так и это. Сначала разрушите выделенный объект. Какой? Какой из выделенных объектов нужно разрушать? Это... Что? Ой. Можно ломать несущие конструкции и будет вообще все отлично. Рухнет он? Нет? Не рухнет. Вообще, как бы, наверное, нужно ломать все-таки сверху. Вообще, вообще можно, наверное, снизу сломать и все рухнет само по себе, но я так понимаю, в этой игре не так все работает. В этой игре работает все абсолютно иначе. И как бы нужно, наверное, вот... Ни хрена себе крыша сложилась. Это как так-то? Она у тебя на сопле одержалась, я хочу тебе сказать. Не подлежит, он говорит, восстановлению. Так мы не собирались восстанавливать. Мы собирались сломать все, а потом построить заново. Текст. Труба. Трубу тоже ломаем. Все ломаем. Вообще, нужно все ломать. Чтобы неповадно было такие конструкции строить. Не ремонтоспособные, не ремонтопригодные. Вот. Короче, смотри. Сейчас будет рейндж, потом через пару серий рейнджа. Я думаю, мы закончим с этим рейнджем, потому что она не такая уж прям, не знаю, мне кажется, задумчивая. Точнее, это замороченная игра. И в ней как бы не особо много всего есть. Я по комментариям читал, что люди аж за 6 часов там что-то вообще все-все-все делают. И как бы по моим предположениям, что нам 2-3 серий хватит, чтобы на основные части ее посмотреть. Дальше я ее просто, мне кажется, заброшу, так как она мне надоест. Вот. И как бы что я хотел сказать. А, я хотел сказать то, что дальше будет рафт. Вот рафт будет. Рафт, она интересная, она сюжетка. Она все-таки, ну какой-никакой там сюжет есть, да, знаешь, как бы кто бы что ни говорил. Но в рафте есть сюжет. И рафт очень достаточно с интересным сюжетом. Вот, что я еще хочу сказать. Еще хочу сказать, что нужно... Нужно, нужно... Ты уверен, что я это хотел ломать? После рафта я не знаю пока еще что. Люди пишут, что-то сабнафтику, попробовать там в Ancestor. В Ancestor я играл. Она мне не зашла, я поиграл в нее 10 минут. Она мне просто, ну, прям вот как-то неприятно играть в нее. Потом, смотри, что еще хотел сказать. Еще хотел сказать по поводу трейдера. Я думаю, по нему будут стримы. Потому что, ну, даже если будет пара серий, то... Пара серий, то только в самом начале. Опять же, я говорю, сегодня, может быть... Сегодня, ведь ты смотришь эту серию завтра. Поэтому я говорю, сегодня, следовательно, завтра ты будешь... Сможешь наблюдать стрим. Даже если ты не сможешь наблюдать, то ты сможешь его посмотреть, так как запись сохранится. Запись сохранится, я ее не буду удалять. Пусть она висит и как бы никому не мешает. Никому хуже от записи не будет. Правильно. Тем более, для меня, например, проще. Хотя бы ввиду того, что мне не нужно будет... Не нужно будет рендерить видео. Не нужно будет монтировать. Просто там будет куча всего, чего только можно и... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не убился. Я так понимаю, нам... У нас вот развлечение будет только вот в этом. В поломке дома. Вот так развлекуха-то. Ну вот. И типа... И мне проще, и вам проще. И серия вроде как бы будет... Видос, точнее, будет с этой игрой. И как бы... И мне поменьше возни с этой... С вырисками, с отрезками этого-этого... Своих всяких ненужных вещей в видосе. Так что, я думаю, стрим всем поможет. Стрим всем сделает хорошо. И будет все здорово у всех. Так вот. Так и живем, да. Ну, что такое? Давай, ломай. И да, если ты до сих пор не подписался, подписывайся. Давай, у нас тут будет много чего интересного. Наверное, будет. Наверное, не будет. Хрен узнает. Вот, подпишешься и узнаешь. Как бы здесь... Два варианта. Либо ты узнаешь, либо ты не узнаешь. Ну-ка, можно сломать тут это все? Еще здесь как-то нереалистично сделана... Как это сказать? Поломка. Ведь здесь нельзя сломать сразу нижний этаж. Как бы он только обои там снимает. Больше ничего не происходит. Нужно сломать все, все, что вот... Все, что... Все, все зависящие объекты от другого объекта. Нужно сломать, чтобы сломать тот объект, который ты хочешь сломать. Это нереалистично. Можно было просто у этого древнего гнилого дома сломать основание, и он просто бы рухнул, как дерево. Просто вот так вот сложился бы и все. Тем более, если учитывая, что силу удара нашего главного героя... Когда он одним ударом лома ломает стены... Думаю, что ему хватило бы пару ударочков, чтобы сломать весь дом просто под чистую. Да, кстати, мы сломали уже практически второй этаж. Второй этаж уже почти разнесли. Пойдем. Ой, подожди, он что-то там еще оставил. Да? Да, он оставил крышу за второй этаж, считаю. Считается все равно. И типа без нее не считается. Ну-ка. Давай, ломай. Ох, блин, как меня носит во все стороны. Что такое? Наш ГГ вообще... Не знаю, не знает физики абсолютно и летает независимо от нее. Так. Сначала разрушите выделенный объект. Вот чтобы разрушить вот это, нужно сломать другое. Вот как хорошо вот эти вот ломаются быстро и без всяких вот этих вот анимаций. Потому что анимация здесь явно лишняя, знаешь. Она типа вроде как бы добавляет реалистичности, но реалистичности добавить... Вот невозможность в игру, в которой невозможность снести стену без сноса обоев со светильником, это как бы... Не знаю. Что здесь более нелогичное. Сначала сносить... Ну, ломать обои... Сдирать обои, а потом ломать стену. Или же ломать ломом дом с одного удара. Это вот даже... Не знаю. Напиши в комментариях, как ты считаешь сам. Вот. Так вот, наконец, спустя полгода, блин, постройки... Ой, постройки, поломки вот этой всей ерундистики с одинаковой анимацией и одинаковыми звуками. Мы наконец-то его сломали. И построить фундамент дома, используйте колесо действия, строить, строить. Зажмите Е, чтобы строить. Из чего строить-то будем, дружище? Ой, господи, ничего себе. Фермерский дом. А, подожди, а как я должен выбирать? А я же даже не могу посмотреть на него. Вот этот, конечно, здоровский, но слишком большой. Вот, типа, вот давай вот такой вот. А, недоступно. Это всё недоступно. Мне нужно... Ха-ха, вот, чё она. Ну, давай вот это построим. Что жалко, что ли? И чего? Возьмите канистру, настольная пила заправлена, бревно взято, бревно обработано. Подожди, а вот это вот что, не построено? Курять ничего не построено до сих пор? Что-то как-то нелогично всё это. Давайте ляжем спать, потому что, ну что, сколько времени-то здесь? Здесь не пишет время. А, 19 часов. Можно уснуть, чтобы вот не тратить это время, не тратить... Как это сказать? Не тратить ни наше время, ничего. Ничего, время. Просто мы ляжем спать и... Ну и что такое? Это ж, во сколько нужно спать, чтобы... Во сколько нужно лечь спать, чтобы он пропустил ночь? Ты не знаешь? Я тоже не знаю. Ну ладно, давай побегаем, пока я пока что ещё что-то вижу. Но в скором времени я перестану это делать. И это грустно. Взял канистру. И куда мне её нужно деть? Ну давай поставим её вот типа вот сюда. Чтобы она здесь стояла. Ну блин, ну куда же мне ещё-то нужно? А вот этого я уже не вижу. Вот это вот уже грустно. Так, я так понимаю... Да, я так понимаю, вот оно чё. Я ни черта не вижу, честно, слава тебе говорю. Вообще ничего не вижу. Мне там человек написал, что гамму можно выкрутить. Но гамма это, знаешь, такая штука. Ну типа смотри, вот гамму берёшь. Выкручиваешь. А, ну в принципе давай вот так вот побегаем. То есть как бы если ты не сильно... Не сильно понимаешь, как это сказать. Придираешься к графике в этой игре. Хуже её в принципе сделать ничего уже не может. Она такая, знаешь, примитивная. Но всё же какая-то какая-никакая. Здесь вообще цветопередача стала абсолютно никакущей. Поэтому... Поэтому вот. Ну пилу мы заправили. Пойдём бревно найдём. Здесь хотя бы что-то видно стало ночью. И мы можем что-то сделать. Физика здесь, конечно, вообще отсутствует. Потому что брёвна не катаются. Ничего не катается. И как бы вот... Вот так вот. Угу. И что я? Установить. Смотри. И техника безопасности соблюдена. Пальцы никуда не суёшь. Блин, классно, слушай. По два предмета может взять. А, доску нужно вставить в дом, что ли? Не, если мне каждую доску вот так вот нужно будет носить из пилы в дом, это будет издевательством. Хотя бы потому что. Просто потому что. Ага. Класс. И чего? Дом построен? И что, мне нужно каждый этот так делать? Да ну! Да ну! Да нет! Да вы, ребята, издеваетесь. Смотри. Здесь, короче, за то, что... Здесь, короче, нужно вот этим вот всем... всей этой ерундой заниматься. Это... Настолько муторно, что обосраться. Серьёзно. Это... Это вообще ни в какие рамки. Если мы будем столько времени тратить просто на постройку вот этой вот всей ерунды... Не, слушай, не. Мы, короче... Вот эту серию давай допишем, конечно. Но в следующей серии мы не будем продолжать даже играть. Потому что она очень муторная, эта игра. То есть, ты представляешь, сколько здесь действий нужно сделать, чтобы хоть что-то сделать? Это бы просто сделали только рамку вот эту вот, даже не до конца. Сделали лестницу и рамку. А здесь обосраться, сколько всего ещё... Всего нужно сделать. И ещё нельзя возить по несколько штук сразу. Это крайне сложно. Ну, это крайне неправильно. То есть, никакой тележки нам не выписали, Никакой способ альтернативный нам не предоставили. И не рассказали. Нам сказали, вот носи брёвна, вот как хочешь, так и выживай. Как бы, ну... Это может быть и правильно со стороны игры, но... Для записи это тоже как бы не подходит. Это... Выживалка, она даже, можно сказать, не особо сюжетная. Здесь заданий как таковых нет. Здесь заданий из разряда, вот... Подай, принеси, иди нахер, не мешай. Типа, вот... Не знаю, время-то потратить нужно на... Срубить дерево на Е. Здесь нужно время тратить просто на то, чтобы бегать из стороны в сторону и подбирать какие-то определённые предметы, чтобы что-то сделать. Ну, это здорово, конечно, возможно. Возможно, кому-то это нравится, но мне нет. Мне это не нравится абсолютно. Что, почему ты не взял эту? А можешь три носить только? Ты молодец, конечно. Не перетруждаешься особо. Ну и правильно. Как бы, своё здоровье нужно беречь. Ну, давай хоть вот эту вот построим, лесенку. Как бы, знаешь, мне не впадло поиграть в это во всём. Мне не впадло в это проходить. Но без записи проходить, наверное, было бы гораздо проще и легче. Потому что на записи это всё, это потом, я говорю, это нужно будет обрезать, подрезать. Опять же, стрим можно сделать по этой игре. А вот, чтобы просто её проходить на запись, нет. Вот рафт, рафт, да, рафт прикольно. Я говорю, мне даже трейдера уже заколебал записывать. То есть, она однообразная. Людям, людям, как... Вам, конечно, нравится смотреть, как это всё раскладывается, накладывается, закладывается. Но вы поймите, это всё дело... Ой. Это всё дело, оно как бы надоедает. Ой, крыша как быстро построилась. Оно надоедает. Ты знаешь, оно надоедает не в плане того, чтобы ты просто, не знаю, как-то бегать заколебался. Оно надоедает записывать это всё. То есть, ты понимаешь, что никакой пользы ты, в принципе, не приносишь. Ты просто записываешь, как ты бегаешь из стороны в сторону, продаёшь одни и те же товары, закупаешь одни и те же товары. И просто, типа... Класс. Вот это польза. Вот это вот, блин, классно. Я примерно так же Alt-F4 записывал. Я понимал, что я не смогу пройти. И... Прохождение я, конечно, не смотрел, как её проходить. Потому что, ну, я считаю, что... Чтобы записать что-то... Ну, в общем, какое-то прохождение, нужно проходить самому. Не нужно там... Смотреть прохождение с самого начала, перед тем, как записать видео. Так как это уже будет изначально неправильно. Так как я записываю прохождение. Зачем я смотреть буду, как другой человек это прошёл? Я же хочу посмотреть, что это такое. Я хочу с вами поделиться теми эмоциями, которые получу от этой игры. А не просто там, знаешь... Посмотрел, как проходится. Посмотрел. Прошёл. Класс. Типа профит. Но... Может быть, это кому-то понравится. Возможно, кому-то не понравится. То есть, я могу проходить. Я могу смотреть прохождение. Я могу проходить игры. Те же самые вот Alt-F4. Я могу пройти. Я думаю, там не так сложно пройти. Просто нужно немножко прииграться к таким играм. Так как я вообще в эти экшоны, так скажем, не играл давным-давно. Я, в принципе, давным-давно не играл. Просто решил внезапно записывать, начать. И тут получается, что вот судьба преподнесла, так сказать, в моей жизни такую вот игрушку, как Trader Live Simulator, а потом Alt-F4. И после Trader Alt-F4 был вообще вот просто самым жутким, что могло со мной произойти. Как бы, как бы, не знаю даже. Игрушка классная, классно сделана, но для меня это сложно. Для меня сложно пройти игрушку 3D-платформер, которым на каждом шагу тебя ждут неприятности, какие-то опасности. Ты постоянно можешь умереть. Я человек такой, знаешь, я люблю, когда у тебя есть сохранение, и ты можешь всё время перезапуститься и пойти дальше. А не тратить время на перепрохождение одного и того же уровня. То есть... Ну вот, пока мы болтали с тобой, мы всё-таки немножечко продвинулись. Немножечко продвинулись. А где мы дерево срубили-то? Подожди-ка. Так, вот здесь вот где-то рубили дерево. Да? Погоди-ка. Я потерял тут пенька, даже нет. Это вообще ни в какие рамки. Ну-ка, ся. Ну-ка, ся. Ой, взял. Угу. Ну тут как бы, я думаю, что не так... Даже так, может быть? Ничего себе. Да что ты будешь делать? Я думаю, здесь не так сложно этот дом построить. Просто сейчас построим дом, посмотрим, что же там нас ждёт дальше, какое задание. Если просто будет задание из разряда, иди ломай сарай, будем строить новый сарай, и то нет, всё. Спасибо. Такие игрушки, это, конечно, здорово, но для одного человека, чтобы просто поиграть, так сказать, расслабиться, просто поиграть. Ты знаешь, ты просто сидишь в дом такой, пришёл там после учёбы, после работы, сел и играешь. А не когда ты сидишь и записываешь это прохождение. Как бы у такой игры нет прохождения. У такой игры есть просто игровой процесс. Ну вот, и записывать прохождение по игре без какого-либо даже зацикленного сюжета, то есть какого-то конкретного, определённого. Ну, иррационально. Неррационально, потому что здесь можно играть как угодно. Как хочешь. Тем более, вот в такой игре. Вот в такой игре вообще здесь можно просто сесть и ждать, пока человек умрёт, этот главный наш герой. А он не умрёт, у него нет никаких статистик. У него нету даже стамины. Вот это вот здорово. Вот лучше бы в трейдере так было бы. Нет стамины и не надо. Но там нам производитель, хотел сказать, разработчик, сделал подлянку и всё-таки организовал нам стамину. Ой, стамину невидимую. Дом построен, говорит нам. Как его? Ух, это ж нихрена себе. Поздравляю, вы выполнили вводные квесты и теперь знаете основу. Вы можете свободно исследовать открытый мир, строить дополнительные объекты, покупать и разводить животных, получать новые транспортные средства. Охотьтесь и расширяйте своё ранчо. Смотрите более подробную информацию в глоссарии. Пора превратить вашу территорию в процветающее ранчо. Удачу. Так, знаешь чё, знаешь чё. Подожди. Нет, мне ломать нужно. Вот это вот мы уберём всё, чтобы оно здесь не валялось и не мозолило наши глаза. Потому что, ну это некрасиво хотя бы для начала. Текст. Куря, куря. Так, пойдём, куря. Ой. Это чё такое? Это тебе нужно попить что ли? Ну пойдём попьём. А куда это? А, это здесь и должно стоять? Да, это здесь и должно стоять. Куря, а ты чё здесь сидишь-то? Посидим вместе. Ну как бы мне не жалко. Подруга. А подруга? Как у тебя дела-то вообще? Пойдём. Ты будешь теперь здесь сидеть. Здесь тебе будет гораздо лучше. Я считаю. Так, а здесь... А, здесь построено... Построилось уже что ли? Зажмите Е, чтобы строить. Кормушка. Нам не денег-то... О-о-о. Кормушка нам обязательно нужна. А ещё что можно? Больше нечего построить. Так, а здесь что строить? Большой курятник. За 500 долларов можно большой курятник забацать. И тогда... Тогда... Ох, блин. Ладно, мы не будем строить вот этот курятник, потому что он нам пока не нужен. А можно курю отнести, чтобы она вот там сидела? Давай, вперёд. А как тебя туда засунуть? Эй! Вот там сидеть будешь. Всё. Хорошего вам времяпрепровождения. Подожди. Возьмём вот эту курю ещё. Пойдём. Не грусти, чтобы ты одна здесь не сидела, не думала о жизни. Односущно, так сказать. Мы тебя посадим вот к той курице, чтобы ты там сидел тоже. Чтобы вы тут развлекались, так сказать. А попить они как будут ходить? Попить-то они будут ходить или нет? Яйца они нести будут? Зачем я вообще вот, типа, играю-то в эту игру? Какая цель? Просто... Просто, не знаю. Просто построить что-то? Просто... Просто корзинка для яиц. Положим её вот сюда, чтобы не потерять. Холодос у нас без дверки. Я думаю, не держит холод. Так, гамму давай выкрутим обратно. На 1.4, как и была. Применим. Выйдем. Ничего себе, какая цветная игра. Слушай, я беру свои слова назад. Про то, что говорил, что она не графонистая. Она очень даже хорошая. В ней очень даже хорошая графика по сравнению с той, которая при выкрученной гамме. Откроем ворота наши. Посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь нет ничего, кроме ничего. И пойдем тогда к нашим курам. Если нам производитель, опять же говорю, разработчик сказал купить двух кур, значит он знал, что нужно купить двух кур. И что нам с ними делать, он не сказал. Типа у нас есть куры, которые здоровы, которые сидят. И что они сидят, что дальше-то? Пойдем в дом сходим, посмотрим, посмотрим, просто посмотрим, не знаю. Слушай, неплохие мы из досок комнатки придумали. Коровка. И он еще и двухэтажный. А зачем здесь диван с радио, если... Зачем здесь диван? Можно было бы кресло просто поставить. А, телевизор у нас вот здесь. Класс. Это именно то, ради чего я построил этот дом, конечно же. Рекламу крутит по всем каналам. Слушай, это, конечно, все здорово, но давайте мы разберемся все-таки с целью этой игры. Сохраним игру для начала, а потом пойдем... Как это? Куда это мы пойдем? А потом мы пойдем на улицу, посмотрим, что у нас делают куры. Во! Они встали. Не-не-не-не-нет! Сидеть. Внутри я построил для вас курятник, для того, чтобы вы там сидели. Попить. Они куда-то умеют, смотри-ка. Слушай, давай тогда выпустим их. Что они там сидят в этой запертии, правильно? Зачем им курятник, правда? Если я их отпустил просто на волю. Так, подожди, а есть... А, да, есть у нас... Сказали, что можно обогатиться на кабанах. Ну, давайте тогда не будем время терять зря и просто... Ой. И просто поедем... Поедем искать кабанов, которые здесь, как я понимаю, в больших количествах. Раз люди их убивают, забивают, продают, что-то там еще с ними делать. Не знаю, зачем эти кабаны вообще нужны, в принципе. Но мы сейчас разберемся со всем этим делом. Потому что мы не дураки, в конце концов. Не очень сообразительных, но не дураки. Текст. Но все-таки я понял, наверное, правильно. И кабаны гуляют просто. Просто они дикие и... И типа мы их можем убивать. Да? Да. Только где они находятся, я не знаю. Может быть у меня версия старая. Есть тут кабаны вообще или нет? Так как я ее не обновил. Так как я ее не обновил. Возможно, что их здесь попросту нет. Ну, как же нет, если они здесь должны быть? Нет, конечно, они должны здесь быть. И мы их сейчас здесь найдем. Поезда здесь не ходят. Главное, чтобы нас не убило. И будет вообще все отлично. Так, кабанчики. Останавливаемся, смотрим. Чтобы мы... Точно знали, что их здесь нет. Это же медведь. Это же медведь. А он меня убьет, нет? Погоди, давай тупо просто проверим. Где у меня тут пистолет? Кто-нибудь с пистолетом ходит? Какой ты хиленький. Или притворяешься. Ну-ка. Танцуешь, что ли? Ты чего? Михалыч, ну... Блин, ну слушай. В принципе... Ух, нихрена себе. И... Ты чего хочешь сказать? У тебя нет никакого инвентаря, что ли? Ну, ты вафел, конечно. Это не дело, дружище. Не дело. Мясо, блин, носить вот так вот на руках, как колеса, это прям неправильно. Ну, давай складывать мясо, потом... Поедем продавать его в магазин. Возможно, даже что-то нам это принесет. Есть-то нам не нужно, следовательно, как бы... Следовательно, как бы и... Против... В другом виде его никак нельзя использовать. Ну-ка, встань. Заглушите свою колымагу. Поехали. Стрелять медведей. Ну-ка. Опа. Готов, Михалыч. Следующий, Михалыч. Иди-ка сюда. Эй. Пойдем сюда, поближе, чтобы я тебя далеко не носил. Вообще поближе. В черепушку прям прогнал ему. Несколько выстрелов, и вообще отлично все. А остается у нас... Всего-навсего сколько патронов. Как ты долго перезаряжаешься, дружище? Или ты перезарядился уже? А, он шестизарядный. Чего же я от него хочу? Есть у нас теперь... Все, ты глушишь, но... Но не заводишь самостоятельно. Я же тебя не просил глушить. Не просил ничего делать с машиной. Зачем ты это сделал? Странно, что нельзя положить кусок мяса на кусок мяса. Вот это вот... Это не то, чтобы странно. Это, блядь, неправильно хочу заметить. А то я, мало ли, убил лишнего медведя, и теперь мне... Как бы, некуда его будет складывать. Если некуда будет складывать, то это плохо, конечно. Почему нельзя... Представляешь, сейчас мы лишнего медведя убили, получается. А лишний медведь, это знаешь что? Это, можно сказать, трагедия. Популяции, так? Ёп, твою мать! Ты чё, серьёзно? Псина! Ты чё на меня нападаешь-то? Ишь, какой, блин! Санитар леса. Пришёл он на меня. Ещё куски мяса, ничего себе! У него куски мяса больше, чем у медведя. Это правильно, нет? Мне кажется, нет. Мне кажется, у медведей всяко бы должны побольше куски мяса быть. Хотя их кусков-то поменьше. Блин, да всё равно неправильно как-то получается. Получается, мне... Так, никто на меня больше нападать не собирается, надеюсь. А то у меня патроны-то не бесконечные. Я всё-таки пока могу за себя постоять. Но в скором будущем это возможность и способность у меня иссякнет. Ввиду прекращения наличия патронов в моём кармашке. Ну-ка, ся. Залезь. Вот почему он сюда вот не может положить? Неужели он такой тупорылый? Ну-ка, ся. Вот. Ой, господи, за что же мне такой сдался-то, ну? Ну-ка, вот тут вот было место. Что ты за человек такой? Клади вот сюда вот мясо. Ладно, погнали мы в магазин. Извини, Мишка, за то, что убил тебя. Не слишком я и специально это сделал. Я просто думал, что ты поместишься мне в багажник. Кто же виноват, что в багажник помещается определённое количество продуктов? В магазин у нас вот прямо по курсу мы в него должны упереться. Это чей-то домик, смотри-ка. Возможно, можно его себе присвоить, чтобы там, так сказать, расположиться, там сидеть, там чаёк попивать. Сейчас в магазин сгоняем, продадим и купим этот дом. Почему нет? Так, а где магазин? Погоди. А, слева, ёлки-палки, я не на то посмотрел. Вон он, магазин-то. Надеюсь, это тот магазин, и мы опять же... Ой! Антилопа. Антилопа, блядь, это олень. Косулик, чё это такое? Что-то, в общем-то, такое, которое бегает и с копытами. Ха-ха-ха. Да. П. Придурок. Так, мы вот сюда вот встаём. Глушим свою колымагу и... Ну, встань ты, ёлки зелёный. Видишь, как инвалид. Можно тебе вот... Говорю, можно тебе продать терминал? Продать мясо за 35 долларов? Можно продать. Ничего себе, слушай-ка. Мы сейчас, наверное, накупим много всяких прибамбасов. Вот это вот сюда. Блин, вот то, что вот так вот выгружать, это, конечно, вообще не прикольно. Вообще не прикольно, и меня это абсолютно не радует. Знаешь, по одному вот этому кусочку мяса носить, это прям вот как... Как-то не спортивно и не серьёзно. Есть тут корзинка какая-нибудь для этого мяса? Наверняка есть. Наверняка можно в какой-нибудь сумке это всё переносить. Почему нашего главного героя этого всего нет, я не догадываюсь и не берусь судить, почему нет. Потому что нет, просто потому что нет. Ну, бизнес на мясе, волчином и... Или как правильно называется? На волчьем. На волчьем мясе... Восьмидесятых, в конце концов, идиотина. На волчьем мясе и на медвежьем мясе мы поднимемся сейчас. Хотя и писали, что нужно на свиных, на свиных отбивных, на этих подниматься, но... Как бы знаешь, чё нашли, то и продали. Как бы тут особо не разгуляешься. Это чё это такое-то? Бизнес часы с 8 до 9, с 8 до 9, с 8 до 9, каждый день, короче. С 8 до 9 бизнес часы. А сейчас сколько время? Время 14.32. Продать мясо за 315 долларов. 10 штук. 9 штук. Ну, в принципе, наверное, выгодно. Выгода прям прёт. Полторы тысячи долларов, смотри-ка, у нас есть. И мы можем накупить петухов. Наверное, без петуха-то хрен что снесётся, да? Добавить в корзину. Можно завести свиней. Еда, пшеница. Мешок пшеницы у меня есть, по-моему. Вода тоже вроде как бы есть. Инструменты нам другие-то и не нужны. Надувной матрас, он мне нахрен не упёрся. Патронов надо купить, вот патроны нужно, да. Стальные вёдра тоже не надо, животные, всё. Давай купим порося. Почему нет? Ну, почему нет, смотри. Поросёнка берём, покупаем корзину. Правда, нахрена мне один поросёнок, тоже не ясно. Но мы сейчас с ним разберёмся. Так, где-то есть. Патрончиков мы возьмём. Так, это просто текстура висит. Вы можете перевозить животных в машине. Смотри, вместимость автомобилей. Нажми на кнопку Е, находясь рядом с крупным домашним скотом. Вы можете управлять им, чтобы он следовал за вами или садился в машину. Хорошо. Хорошо, договорились. Так, что-то тут ещё стояло. А, нет, ничего. Ты папе в телефончике играешь, но в конце концов. Что за человек? Он на рабочем месте. Ну-ка. Ты зачем от меня побежал-то? А где петух? Вот он он. Хороший мой, иди сюда. Петушенцы. Ой. Да что ты. Ты поедешь со мной. Вы поедете со мной. И поехали домой. Короче, познакомлю вас со своими другими животными, которые живут у меня дома. Еду я прямо на ранчо. Прямо на ранчо. Прямо прямиком. И сейчас доедем. И высадим этих животных. И на этом закончим. Петух, как ни в чём не бывало, себя ведёт. Мне кажется, с ним каждый день такое что-то приключается, и он каждый день ездит со свиньёй в багажнике автомобиля. Ну, либо же он просто стрессоустойчивый, и он... И он... Подожди, мы должны были приехать на ранчо. Или мне ещё нужно немножечко проехать. А, это всё моё ранчо. Просто нужно подъехать к въезду в него. Вот оно чё. Вот оно что. Смотри. Интересный факт. С правой стороны у нас ровный асфальт. Ну, относительно ровный. А вот с левой стороны он просто наплывами какими-то сделан. Так, я сюда вообще завернул? Да, сюда завернул. Вон мой красивый чистый домик стоит. И я не побоюсь таких слов. Он хорош. Он хорош. Опять он сидит. Зачем ты сидишь? Опа. Это что? Это я убрал? Это получается яйца, что ли, снеслись? Или нет? Или погоди. А есть здесь... А... Чё я убрал-то хоть? Вот яйцо. Поднять. Зажмите размещение. А из него вылупится что-то другое? А может и вылупится. А мы сейчас и проверим. Так, петушенцы. Пойдём. Ты идёшь вон туда. С курочками. Развлекаться. А ты идёшь вот сюда. Как бы... И куда ты? А куда ты побежал-то? Свинина. Мне тебя куда? К дереву привязать нужно? А, ты просто сюда прибежал, потому что захотелось. Тупорылый. Я тебя убью, если убежишь. Ты знай. Петух. Ты знаешь, что ты должен вот с той курочкой... Яйца делать. Хотя она и так без тебя, в принципе, делать. Но мне нужны такие, чтобы из них что-то вылуплялось. Хотя, я думаю, игра не настолько реалистична, что бывают невылупляемые яйца. Так что... Думаю... Узнаем, наверное, в следующей серии. А может быть и не узнаем. Не знаю, будет ли в следующей серии. Не будет. Будет точно рафт. Вот это я могу тебе точно сказать. Давай попрощаемся на этом. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подпишись на канал. Не забудь обязательно прокомментируй. И увидимся в следующей серии. В какой следующей серии? В следующем видео. А про серию пока не могу гарантировать. И... Пока.